МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. В начале выпуска коротко о главном. Уголь может подорожать в регионе из-за цены на горючее. Полицейские заподозрили женщину-водителя в употреблении спиртного. С трассы даму отправили на медицинское свидетельствование. 50 новых остановочных павильонов появятся в Павлодаре. Коммунальщики приступили к замене. Именитая спортсменка Елизавета Толмачева завоевала серебро на Кубке мира по лыжероллерам. Повышение цены на уголь ожидают предстоящей осенью чиновники. Говорят, выросла стоимость ГСМ. Это повлияет на ситуацию, учитывая, что в основном твердое топливо доставляют на больших грузах. На комиссии областного маслехата меж тем снова заговорили о важности заблаговременного закупа. Это стало поводом жарких споров. Наблюдал за баталиями. Артем Клеван. Глава управления энергетики ЖКХ с докладом выступил перед депутатами областного маслехата. По цифрам, впрочем, как и всегда, все идет по срокам. Одним словом, готовятся. Призывают чиновники населения вновь закупать уголь заранее, чтобы после не было ажиотажа. Только вот у народных избранников возникли резонные вопросы. В регионе 551 объектов образования. Промывку системы и опрессовку провели пока лишь в половине из дней. Глава профильного управления при этом отмечает, что процедура эта быстрая, потому все успеет. На претензии депутатов по поводу позднего закупа угля, между тем, ответил так же, как и говорят жители частного сектора, из года в год. Впрочем, и масштабной проблемы по очередям угольных разрезов не видит. Уголь имеет свойство гореть. Мы в июле месяце не закупаем уголь. Начинаем стартовать, вот в конце, вот сейчас 20 июля, начинаем стартовать поставку угля. Это связано еще раз с возгоранием угля. Вереница машин, там не более 10 машин. 10 машин с прицепом, если вы посмотрите, это на самом деле, кажется, так намного много, но на самом деле там всего 10 машин. Теперь что касательно... 100 машин не может быть, потому что я сам выезжал, сам выезжай. Между тем, в 14 объектах образования ремонтируют системы отопления. И поэтому вопросу у депутатов претензии. Предложили проехать в Щербахтинские, Актугайские районы, где подрядчики переложили свою работу на сторонние фирмы, которые не справляются. К слову, подтвердили и опасения по поводу повышения стоимости угля. Из-за удорожания ГСМ этого осенью не избежать. Артем Клеван, Станислав Кикин, телекомпания «Ирбис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подвыпившую даму на трассе за рулем авто задержали Павлодарской области. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона «Ирбис.тв». Все подробности, а также и другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. А я лишний раз напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании, вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. 45-летнюю женщину задержали полицейские на трассе Павлодар-Успенко, сообщает аккаунт телекомпании «Ирбис.тв». У стражей порядка вызвало подозрение манера вождения. При проверке документов заметили, что от водителя исходил резкий запах алкоголя, а потому ее отправили на медосвидетельствование. Хотела погонять по ночному городу? Правильно. Лучше сразу пресекать таких автолюбителей, от греха подальше. Частный дом выгорел в одном из переулков Павлодара. Полыхал четырехкомнатный коттедж в переулке Садовой. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет, сообщает телекомпания «Ирбис» на своей странице в Инстаграм. Какие меры принимает ЧАЭС Павлодара по вопросу коротких замыканий в жилых многоквартирных домах? Сегодня в мире отмечают Международный день. Шахмат. А какие у вас праздники? Поздравляйте в комментариях своих родных и близких, а лучшие отклики мы покажем в эфире. Не забывайте отмечать тех, кого поздравляете, и писать их имена. Сейчас быстро пройдет короткая реклама, а затем в выпуске. Новые остановки. В Павлодаре установят 50 открытых остановочных павильонов. Народный герой, генерал-майор Кайрат Умбетов посетил Павлодар. Космодрайв. Необычную выставку открыли в областном центре. Спортивная страничка и специальный инфоблог. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место наполнено необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячий и свежий. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8 708 504 0169. Пироговая лавка. Пекут с огромной любовью. Павлодар, как слышно. Впервые в городе. Выставка Космодрайв. Современные технологии для детей и взрослых. Космические аттракционы, виртуальная реальность, испытания гравитации, VR-квесты, Тесла-шоу, мастер-классы и многое другое. Полет в космос. По цене билета в кино с попкорном. Космодрайв. С 15 июля по 20 августа в Новом ЦУМе. Всенародный праздник выгодных покупок прошел в Казахстане. Восьмая по счету Каспий-Жума снова обновила предыдущий рекорд. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. В эту Каспий-Жума более 1 миллиона казахстанцев приобрели около 2 миллионов самых разнообразных товаров. Казахстанские компании получили продажи на рекордные 302 миллиарда тенге. Акцию подсказала мама. Ноутбук. Когда пошла именно акция Каспий-Жума с рассрочкой на 24 месяца без переплаты. Спасибо Каспию и его всей большой команде. Все для людей делает. Узнал, что будет Каспий-Жума. Как раз намерен был купить хороший очень дорогой курс про тендера. И самое желание совпало с возможностью. Оформил, одобрили. И это мое очередное вложение в себя. То есть я люблю обучаться, развиваться. Покупатели радуются выгодным покупкам, а продавцы – росту продаж. Первый день Каспий-Жумы продажи выросли в 7 раз. Цифры действительно впечатляющие, цифры колоссальные. Как обычный покупатель я могу сказать, что мы ждем на самом деле каждой такой активности. Если для кого-то есть Black Friday и так далее, у нас это Каспий-Жума. Для нас, для казахстанцев, это, можно сказать, республиканского масштаба праздник. Работы прибавилось и у курьерских компаний. Мы работаем в усиленном режиме. Как началось Каспий-Жума, количество заказов уже выросло на 3-4 раза. Нормально, справляемся. По желанию покупателя товар бесплатно доставляют домой или в ближайший Каспий-постомат. Я ждала Каспий-Жума. Для меня это очень удобно, не выходя из дома, заказать в рассрочку на 24 месяца. Заказала такую кофемашину, давно ее хотела и, наконец-то, приобрела. Через Каспий-Жума строительные материалы купили. А сегодня через Каспий-постомат получаю духи. Рядом живу, очень удобно, далеко не надо ходить. Очень удобный сервис, мне очень нравится. Всенародный праздник выгодных покупок вновь стал рекордным, несмотря на летнюю жару. Если раньше в это время торговля замирала, то сейчас все возможно купить онлайн с бесплатной доставкой. С помощью новых цифровых сервисов Каспий вновь радует покупателей обновками, а бизнесу помогает развиваться и открывать новые рабочие места. Артем Клеван, телекомпания Ирбис. Ну а теперь экономические новости. Рубрику сегодня ведет Азамат Айтхалин. Здравствуй, Азамат. Твой автомобиль старше 20 лет? Привет, Владимир. Нет, но к новым отнести тоже нельзя. Здравствуйте. Количество легковых автомобилей в стране за год увеличилось на 84% и составило на конец апреля текущего года 4,1 миллион. При том, что прибавление отмечено для всех возрастных категорий. Заметнее всего выросли показатели новых легковых автомобилей сразу на 31,1%. Более половины автопарка занимают машины старше 20 лет в Североказахстанской, Акмолинской, Житысурской, Карагандинской, Павладарской, Восточно-Казахстанской и Кызлординской областях. В строительном магазине 12 месяцев беспрецедентная акция. Квартира за 50 тысяч тенге. Такого еще не было. 6 квартир, 6 миллионов бонусов, 6 городов. Для участия необходимо приобрести товар на сумму от 50 тысяч тенге. Купоны присваиваются только кратно сумме покупки при предъявлении бонусного предложения 12 месяцев в момент оплаты на кассе. Чеки не суммируются. Подробнее об условиях узнавайте по телефону 60 00 67 или в инстаграм-аккаунте 12мвпвл. В торговом доме Мега снова радуют шикарным ассортиментом товаров для сна и комфортного отдыха. От фабрики Райтон предоставлен огромный выбор кроватей и матрацев, на которые действует скидка от 30 до 50%. Тут же подберете на матрасник, подушки и мебель для спальни. Делая покупки в Меге, вы гарантированно получаете комфорт и качество. Торговый дом находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая, остановка Трамвайное депо. А по улице Торговая 2-4 предлагают в аренду складское помещение площадью 1150 квадратных метров. Есть отопление, свет, охрана, удобные подъездные пути. Цена за квадратный метр – 1500 тенге. Также есть два офисных помещения по 20 квадратных метров и одно 27 квадратов. Цена 1700 тенге за квадратный метр. Если заинтересовались предложением, звоните по номерам, указанным на экране. В завершение курс валют. В Павлодаре доллар стоит 445 тенге, евро 498 и рубль 4 тенге 95 тин. У меня на этом все. Владимир. Спасибо, мы продолжаем выпуск. В Павлодаре установят 50 открытых остановочных павильонов. В планах еще три теплых. В основном они заменят старые конструкции по улицам Торогырова, Камзина и Толстого. О подробности в сюжете Ильяса Ромазанова. Современный дизайн новых остановок нравится практически всем. Дело ведь не только в дизайне. Обновленные павильоны действительно надежнее и комфортнее предыдущих решений коммунальщиков. Конечно лучше. Они стильные и качественные. Посмотрите сами. Мы не живем, конечно, на остановках, но какое-то время мы ожидаем автобус. Удобно. Сумку поставил. И ветер закрыт. Дождя закрывает. Нормальные остановки. Может быть даже где-то антивандальные. Можно рекламу вешать. В принципе устраивает. Каркасы изготовлены из оцинкованной стали. Задние стены из монолитного поликарбоната. Сегодня обновили три павильона. Один установили на остановке мечеть по Назарбаево, два по Сатпаево. В текущем году запланирована установка 50 остановок открытого типа и три теплых остановочных павильона. Остановки открытого типа планируется установить по улице Турай-Гырова, Камзина и Толстого. Адреса установки теплых остановочных павильонов на сегодняшний день определяются. Старые павильоны в зависимости от состояния установят на окраинах города. Ильяс Ромазанов, Асаналий Ахмеджан, телекомпания «Ирбис». Благоустроить сквер возле центральной мечети просят павлодарцы. По словам жителей, фонтан не работает, а по деревьям протянут электрический кабель. Люди просят привести все в порядок. Это видео и не только. Сегодня в нашей постоянной рубрике. Мобильное приложение. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Масло Солнечный Алтай». Выбор тех, кто ценит натуральность и высокое качество. Территория центральной мечети. Ну ладно, фонтан уже, черт с ним. Много миллионов в него вбухали. Он как не работал, так и не работает. А вот теперь посмотрите, гений инженерной мысли. Электрическое снабжение освещений. Вот по деревьям идет провод. Вот так вот. И все. И вот он пошел через всю чащу туда, к тем этим столбам освещения. Вот. Стоит внимания властей, наверное, обратить. Вот наш подъезд, то есть наш дом из Сай-134-2. Вот пожилые люди сидят около вот в таком состоянии сидят. Здесь сделали трубы, протягивали. И были ямы. Теперь вот оборвали, как говорится, нам убрали. Теперь мы будем погрязи, наверное. Вот эту плиточку пока не разнесли, не украли, все. Дай бог, чтобы нам ее сделали. Так же и вот там. Все, 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 что делалось, никто, ничего нам эту площадь не оборудует. Ну как-то надо же нам тоже организовать здесь, чтобы мы тоже имели какое-то право на эту площадь и отдыхать могли. Адрес Назарбаева, 22. Вот за забором спилили дерево. Сейчас перекинут на эту сторону, на за забор. Кто будет туда дать? Должен город убирать? Или за который люди живут за забором? А вот ветка возле гаражей сломалась. Сейчас хорошо люди ходят в туалет с магазином, прям в туалет. Вот она какая ветка огромная, сломилась. Никто ничего не видит. Примите меры, пожалуйста. Улица Ломова. Утро. Утро. Тагул. Время 10 часов почти. Светло. Наши лампы горят. Почему? Говорят, благодаря яркому солнцу, на Алтае растут самые желтые подсолнухи, из которых получается лучшее подсолнечное масло. Солнечный Алтай – подсолнечное масло, которое восхищает своим качеством. Оно натуральное, рафинированное, не пахнет и не дымит. Наше подсолнечное масло «Солнечный Алтай» идеально подходит для приготовления разнообразных блюд. Жарки, запекания, консервирования и соусов. От золотистых полей Алтая до вашего стола. Солнечный Алтай – выбор тех, кто ценит натуральность и высокое качество. Время коммунальной сводки. Ее ведущий Ильяс Рамазанов. Приветствую, Ильяс. 21 июля продолжат подключение жителей к новому водопроводу по Машхуржу Супа и кому на этот раз придется запастись питьевой. Приветствую, Владимир. Набрать воды заранее стоит жителям многоэтажек по улицам Урицкого, Машхуржу Супа, Лермонтова, Бухаржрау, Едгеби, Бектурова и Дюсенова. Здравствуйте. Адреса домов, в которых отключат подачу питьевой, указаны на экране. Кроме жилых домов, это здания школы номер 6, департамент КНБ, а также городской суд номер 2. Услуга будет недоступна с 9 утра до 19.00. А в домах номер 93, 93, дробь 1, 95 и 97 по проспекту Назарбаева 21 июля отключат свет. Причина в ремонте трансформаторной подстанции, от которой они запитаны. Электричество, по сообщению энергетической компании, не будет с 9.00 до 17.00. В связи с продолжением реконструкции линий электропередач на западной городской подстанции, в пятницу вновь обесточат жилые дома. На этот раз охватят только радиозавод. Обесточены жители будут с 9 утра до 5 часов вечера. На этом у меня все. Владимир. Благодарю. Это была коммунальная сводка. Продолжаем. Народный герой, спасший от взрыва гранаты молодого бойца, генерал-майор Кайрат Умбетов посетил Павлодар. Заместитель главнокомандующего Нацгвардии свой визит начал с возложения цветов к монументу сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подробнее наш корреспондент. Подвиг солдат и сотрудников органов внутренних дел забывать нельзя. Поэтому у монумента регулярно проходят памятные акции. В первую очередь они необходимы для патриотического воспитания молодежи. Пример для подражания генерал-майор Кайрат Умбетов. Рискуя жизнью, он спас от взрыва гранаты молодого бойца. За свой подвиг он получил звание Народного Героя Казахстана. На данном монументе мы почтили память и дань уважения отдали не только сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении, но и военнослужащим национальной гвардии, погибших при исполнении воинского долга, как на таджико-афганском участке ущелья в Шихавр, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в ходе январьских событий. На памятные акции собрались солдаты Нацгвардии, молодые офицеры, ветераны войны в Афганистане, сотрудники органов внутренних дел. На встрече отметили, сегодня быть стражем порядка, защитником Отечества престижно. Азмата Итхалин, Дамир Ишанов, телекомпания «Ербис». Труженик отыла, ветераны вооруженных сил и национальной гвардии Николая Зенченко посетили офицеры и молодые солдаты. Возле дома организовали небольшой концерт. Подробности в нашем материале. Уделять внимание ветеранам Великой Отечественной войны, вооруженных сил, национальной гвардии, труженикам тыла необходимо не только по праздникам, уверены те, кто сегодня несет службу. Поэтому навестили Николая Зенченко, которому в этом году исполнилось 94 года. Большую часть своей жизни он посвятил военному делу. Не раз был награжден за отличную службу. Благодарю вас всех, понимаешь, за вашу заботу и внимание к нам ветеранам, ветеранам вооруженных сил, национальной гвардии. Я проживаю здесь, в 10-м доме. Довольны, организовали, что здесь площадка. Николай Зенченко с напутственными словами обратился к молодым солдатам, офицерам. Отметил, самое главное – это мир. Азамат Идхалин, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». Корреспондент телекомпании «Ирбис» Артем Буланов улетел в космос. И это не шутка. Он в прямом смысле слова почувствовал на себе, что такое быть покорителем галактик из самых дальних уголков нашей Вселенной. А все благодаря поражающей воображении выставки «Космодрайв», которая начала свою работу в Павлодаре. Об уникальном и незабываемом отдыхе для всей семьи в специальном сюжете. Уже с первых секунд, находясь в этом парке, понимаешь, попал на что-то масштабное и удивительно, завораживающее и заставляющее думать, образовываются новые нейронные сети в голове. Это интерактивная семейная выставка, где будет интересно всем – от самых маленьких до их родителей. Ощутить на себе тяжесть снаряжения космонавта, попробовать себя в специальном тренажере, как и используют на Байконуре. Внутри есть все – как научные экспонаты, так и аттракционы. Есть виртуальные зоны, тренажеры, космонавтов, такие как гироскоп, туннель, вортекс. Здесь вы можете узнать свой вес на каждых планетах, узнать, в принципе, как ваш голос будет звучать на них. Походить по Юпитеру, такие различные аттракционы. Работаем с 10 до 7, до 20 августа. Будем ждать вас. Можно узнать, как бы звучал ваш голос на разных планетах, пройтись по поверхности Юпитера, почувствовать себя космонавтом с помощью зон виртуальной реальности или тренажером. Все эти уникальные возможности дает выставка «Космодрайв». Их аккаунт в Инстаграм вы видите на своих экранах. Гастей ждут в торговом доме новый ЦУМ по адресу Академика Садпаева, 63, дробь 1, третий этаж. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбез». Переходим к спортивной страничке. Ко мне в студии присоединяется ведущий Артем Буланов. Ну что, с возвращением из космоса. Расскажи, пожалуйста, громкий трансфер оформил футбольный клуб «Аксу» о новичке. Будь добр. Привет, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Это хорошо знакомый болельщикам полузащитник Асланбек Какимов, который выступал за команду в прошлом сезоне. Ну только удачи. Еще больше новостей спорта через мгновение. Даже не вздумайте переключать. СТО «Форсаж» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителя. А также проверит геометрию колес, регулировку развал схождения и проведет шиномонтаж. СТО находится по адресу улица Малая Объездная, 4-1. Контактный телефон 8771-425-70-02. Не знаете, где провести выходные? Ответ всегда есть у Адины Есеновой. Она уже побывала в лучших местах Павлодарской области и готова предложить вам незабываемый лучший отдых с... Самое время открыть для себя что-то новое. Смотрите в эфире телекомпании «Ирбис» по пятницам в специальном информационном блоке новостей и пересматривайте на странице в инстаграм irbistv.kz Сегодня я расскажу, как можно совместить приятное с балетом. Если у вас есть предложение, звоните в рекламный отдел 55 08 55 Гордой страны павлодарские лыжники вернулись домой в составе сборной Казахстана. Они выступали на первом этапе Кубка Мира, причем сенсационный результат показала лидер команды Елизавета Толмачева. Девушка завоевала серебряную медаль. Сегодня сборная Павлодарской области по лыжным гонкам вынуждена тренироваться здесь, на лыжной базе «Усолка». Их родной дом, база «Зеленая роща» не выдерживает никакой критики. И там заниматься попросту опасно. Поэтому вся подготовка ведется здесь, на равнине. Мастартом классическим ходом завершился первый этап Кубка Мира по лыжероллерам, который проходил на базе Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Щучинске. За медали боролись почти две сотни спортсменов из восьми стран мира. Елизавете Толмачевой удалось финишировать со вторым результатом. В жаркой борьбе за звание чемпионки уступила итальянской спортсменке 4 секунды. Уже не впервые с ними встречаемся. В том году мы участвовали тоже в этапах Кубка Мира и в чемпионате мира. И мы уже с ними знакомы, с этими спортсменами, кто на что как готов. Но вообще довольно круто получить опыт от них, потому что, допустим, спортсменка, которая с нами выступала с Италии, Анна Гидди, Анна Мария Гидди, она больше специализируется на летние старты, то есть на лыжероллеры, чем зимой. И у них очень серьезная подготовка начинается уже где-то с июня, поэтому у них больше стартов. Конечно же, человек не робот и весь год на пике формы он быть не может. Но я думаю, что к этим соревнованиям можно было отнестись серьезнее. То есть потому что, во-первых, соревнования очень важные. Многие спортсмены в мире уделяют им большое внимание. Плюс это проходило на нашей земле родной, поэтому можно было, конечно, подготовиться немножко посерьезнее. В топ-10 вошла Сабина Сулейменова, закончив гонку с седьмым результатом в группе юниоров Юрий Тумашев на 14-й строчке финишного протокола. Было все отлично, так как мы не впервые с ними уже соревнуемся и бегаем. Они, как всегда, показали шикарные результаты, есть чему у них учиться. Будем стараться дальше, чтобы выйти на их уровень. С умом подходит каждый гонки, все обдумывает тактику, более резкие у них движения. Неплохо, потому что, во-первых, это не моя группа, потому что я еще пока в юношах, а группа юниоров была, получается, так что, в принципе, хороший результат. Международный турнир показал силу павлодарских лыжников в очередной раз. Теперь бы еще и условия соответствующие, и олимпийская медаль станет вполне реальной задачей. В Павлодаре сегодня стартовал крупный республиканский турнир по муай-тай. Это боевое единоборство имеет давнюю историю в нашем регионе. А главное победные традиции – новое поколение файтеров не отстает от признанных чемпионов. Павлодар сегодня принимает ответственный республиканский турнир. Сильнейшие файтеры из нескольких городов здесь, на ринге, выясняют отношения. Но перед каждым поединком непременный ритуальный танец вай-кру. Это настраивает бойцов на ответственный поединок. Поединки захватывающие и вместе с болельщиками трудно отвлечься на другие дела. В каждом своя драма. Здесь юные файтеры отлично знают как тактические элементы, так и демонстрируют сильный характер, идут в размены. А когда надо, могут скрутить оппонента и отправить на канвас. У нас среди этих возрастов уже есть ребята, которые чемпионы мира. Это вот Жумагильды Санжар, Маулит Ханов, Нурасыл. Ребята, которые не раз выступали на чемпионате мира. Жумагильды Санжар в прошлом году бронзу взял, в этом году чемпионом мира стал. Вот, затем вот ребята есть перспективные. Черненко Данил, Шингисов Алдиар, Зазулин Данил. Вот, и другие много ребят, которые должны сейчас на этом турнире вот себя, так сказать, показать на высшие ступени пьедестала. Павлодарская сборная, ведомая опытными наставниками, не признает ничего, кроме заводных медалей. Поэтому любой другой итог республиканского турнира будет считаться провалом только победа. С таким настроем спортсмены движутся по турнирной сетке к финалу. В главном клубном футбольном турнире на земле Лиги чемпионов казахстанцы не в роли зрителей. Лучшая команда страны Астана сумела выбить из розыгрыша «Динамо» Тбилиси, причем совершила мощнейший камбэк. Встреча в Грузии порадовала болельщиков. Первым счетом матча открыли хозяева. На 21-й минуте отличился нападающий «Динамо» Усман Комара. После перерыва казахстанцы использовали свои минимальные возможности и перевернули сюжет поединка на 360 градусов. Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсибеков сравнял счеты, а спустя минуту Дэмбо Дарбо вывел гостей вперед. Вот что творилось в победной раздевалке. Таким образом, Астана победила по сумме двух матчей с общим счетом 3-2 и прошла дальше, тогда как «Динамо» вылетела из лиги чемпионов. Обычная баскетбольная площадка в спортивной школе номер два стала местом масштабного турнира. Чемпионы торжественно подняли над головой кубок сильнейших, лучшие команды городов и районов. В программе «Спартаке Ады» играли в формате 3 на 3. Финал мужского турнира среди городских команд – это вишенка на торте всего турнира. Сборной Павлодара противостояли игроки Аксу. Шикарный поединок завершился в пользу более опытных мастеров. Эти соревнования проходятся в два круга. Первую игру мы выиграли с преимуществом в один сочей. И сегодня мы немножко, ну, чуть расслабленно играли, потому что знали, что преимущество у нас есть. Чуть-чуть не повезло, чуть-чуть, потому что здесь дается 12 секунд на атаку, и надо быстро-быстро принимать решение. И там буквально там пару мячей промахнулись, пару пасов не так дали, и все, мы так проиграли. И у них команда опытная, они играют давно вместе. Тоже сыграла роль, потому что их сыгранность. Золотые медали завоевали баскетболисты Павлодара. Серебро у команды из Аксу. Экипостус на третьей строчке в итоговой таблице. В следующем сезоне будет еще более захватывающая борьба, говорят участники. А в Павлодаре спустя неделю назвали победителя одного из самых старейших турниров в регионе. Уже в 19-й раз мастера разыграли призы чемпионата памяти Бауржана Шапиева. Чемпионы теперь попробуют свои силы в первенстве страны. В молодежной группе спортсменов самые интересные встречи. Сборная Павлодарской области представлена первыми номерами рейтинга. Среди них виртуоз Яросыл Ауталипов. Он завоевал золотую медаль и показал отличный уровень игры. Здесь довольно очень хороший турнир. Соперников здесь хватает. Это как Нурлана Ужас, также мой тренер Айтыш Перлан. Вот хочу сыграть с ними. Если я вижу, что я проигрываю, то я получается по-любому пойду на риск. Победители помимо золотых медалей получат право представлять наш регион в первенстве страны. В следующем году Павлодар примет уже 20-й юбилейный чемпионат в памяти Бауржана Шапиева. Новости спорта подошли к концу, но это вовсе не повод переключать. Совершенно верно. Прямо сейчас специальный информационный блок. Новости спорта подошли к концу. Новости спорта подошли к концу. Этот день уже история, запомните его. А новостей на сегодня больше нет. В студии работали Артем Буланов. И Владимир Чебенко. Смотрите «Ирбис» всегда и везде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова